На санях и с клюшками в Чебоксарах появилась слэдж-хоккейная команда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поздравить ребят и сыграть товарищеский матч приехали их друзья, команда из Москвы и Тулы. Подробности в репортаже Татьяны Леонтьевой. А сейчас я раздвигаю, чтобы больше сделать и закручиваю сильнее. На льду сани для игрока вторые ноги. Сидеть в них должно быть удобно, поэтому каждый настраивает их самостоятельно. А вот здесь без помощи родителей не обойтись. Это одеваю, темные майки сегодня будут за тебя болеть, чтобы победил. В раздевалке тульской команды «Тропик» идут последние приготовления. Поддержать с друзей пришел Даниил Болотаев, чебоксарский слэдж-хоккеист. Если в вашем матче выкатываться будем, бросать поворотом, я научился верхом бросать. Молодец. В раздевалке сборной Москвы тренер на планшете рисует тактическую схему игры. Идет прорыв по вашей стороне. Встречаешь этот защитник сразу под ворота. В теории одно, а на деле другое. Оборона москвичей дала трещину уже на первых минутах матча. Сани и две клюшки. Все, что отличает слэдж-хоккея от обычного. Эмоции, нокау и борьба. Все это присутствует не только на льду, но и на трибунах. В этом товарищеском матче преимуществом как игровым, так и на табло владела тульская команда. Игра на их половину поля почти не переходила. Смотрела на игру. Как тебе игра? Ну, нормально. Да я сейчас сама скучна. Хочется выйти на лед и отбить эту шайбу. Пока на площадке шла борьба, к выходу на лед готовилась еще одна команда. Чебоксарская АДЛ. Шлем, щитки, налокотники, перчатки. Для каждого игрока новый комплект. Первый день, когда я делал форму, было не очень удобно. И пришлось кататься даже немного с непривычки. И потом, когда я уже второй раз пришел, было, ну, как будто я все уже не принесил форму. Теперь они не зрители на трибунах, а настоящие игроки. В счастье тренироваться можно. Навыков набираться, это очень хорошо. Когда ты приходишь на тренировку, это совсем другие эмоции. Чебоксары – девятый российский город, в котором появилась детская команда по слэш-хоккею. На ее создание выделили один миллион рублей по программе «Хоккей без барьеров». В нашей секции занимается 10 детей. На самом деле мы начали заниматься не так давно. Всего у нас прошло 4 занятия. Но дети активно включились. То есть у нас есть еще даже желающие, которые ходят, пробуют. И им очень нравится этот спорт. Результаты на самом деле удивительные, потому что действительно дети меняются. У них появляются новые компетенции двигательные. У ребят меняется сердцебиение. Они легче переносят нагрузки. Сфотш-хоккей – не просто вид спорта. Это еще один способ сломать барьеры и сделать мир ребенка по-настоящему безграничным. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.